Я не знаю, как будет наша страна развиваться, потому что это очень сложно интерполировать, потому что наша страна развивалась весьма скачкообразно и весьма непредсказуемо. Последние, я не знаю, я совершенно сотню лет. Поскольку я родился и живу в этой стране, естественно, я хочу верить в то, что это приведет к тому, что страна будет прогрессировать и процветать. Но делать какой-то прогноз, опять же, я как дилетант не могу. То есть, опять же, я вижу, что происходят вещи разные. Единственное, что я могу сказать, что я представителем всех стран и всем странам, собственно. Безусловно, в первую очередь, в той стране, в которой я родился и вырос. Но все народы такие же народы, у всех людей есть мамы, у всех людей есть папы. Вот все хотят рожать детей. Я желаю добра и я очень хотел бы, чтобы весь земной шар, включая Россию, развивался. Если будет происходить когда-то так, не знаю, как вы сказали, через 30 дней или через 30 лет, или через 300 лет, я не знаю, просто я совершенно говорю гипотетически. Если когда-то Россия будет идти впереди этого процесса, то я буду очень рад за свою страну. Если мне это суждено будет увидеть, то я буду очень рад при жизни. Если мне этого не суждено будет увидеть, я буду этому рад на том свете. Если Россия не будет идти впереди, значит, я буду рад, если Россия будет идти за теми, кто впереди. То есть, это абсолютно четкое мое убеждение, что я вообще не сторонник разделения на наше и ваше. Я хочу, чтобы... Дело все в том, что разделение на наше и ваше возможно только на угловатой планете. Мы не можем ее назвать квадратной, потому что планета – это пространственный предмет. Ну, то есть, например, если бы планета была кубом, то там были бы какие-то резкие переходы. А поскольку мы знаем, что наша Земля – шар или почти шар, то все плавно. Вот, плавно, вода течет плавно, мировой океан плавно окутывает собственные континенты, так тоже весьма плавно и логично огибают земную оболочку. Поэтому я очень хочу, чтобы и биосреда, и интеллектуальная среда... К какой среде мы, люди, относимся? Как вы думаете? Я просто не знаю. Это биосреда... Ну, естественно, что мы относимся к биосреде. Но будем так, в нашем непрофессиональном разговоре будем говорить, что мы представили биоинтеллектуальные среды. Вот я очень бы хотел, чтобы биоинтеллектуальная среда на нашей планете была такой же неугловатой, без резких граней, как и, собственно, наша замечательная и красивая планета. Продолжение следует...